Привет, друзья! Сегодня будем готовить вздобный пирог на сковороде. По этому рецепту пирог получается очень вкусный, нежный, пищный, как бисквит. Для этого пирога нам нужны самые простые и доступные ингредиенты. Оставайтесь со мной, вместе с вами будем готовить. Для теста нам нужно 2 яйца. Добавляем 100 граммов сахара. Добавляем ванильный сахар 10 граммов. И все это пока хорошо перемешиваем. Добавляем сюда теплого молока 200 миллилитров. Сливочное масло 100 граммов. Я уже заранее растопила в микроволновке. И добавляем дрожжи свежей 15 граммов. Все это пока хорошо перемешиваем. Хорошо перемешивайте, чтобы дрожжи и сахар растворилось в молоке. Теперь добавляем муку и замешиваем тесто. Нам нужно где-то 400 граммов муки, друзья. Я вам покажу, как должно выглядеть тесто в конце. Тесто очень вкусное. Получается как-то вздобное тесто. Тесто у меня уже готово. Посмотрите, как должно выглядеть, друзья. У меня ушло где-то 400-420 граммов муки. Плюс-минус. Видите? Густое тесто не сделаем. Вот такое липкое тесто. Видите? Вот так даже на без теста. Сейчас я закрываю. Даем отдыхать где-то 40-45 минут. А я за это время покажу, что буду делать дальше. Пускай тесто отдыхает. Сейчас как раз жарко. Быстро поднимается. Пока тесто отдыхает, готовим сахарную крошку. Здесь у меня 3 столовые ложки сахара. Добавляем масло 40 граммов. Масло у меня мягкое. Пока все это вместе перетираем. Перетирали. Добавляем сюда муку. Здесь у меня 3 столовые ложки. Еще добавляем корицу. 1 чайную ложку. Кто не любит корицу, можно добавлять ванильный сахар. Для аромата. Но с корицей очень вкусно. Моя дочка очень любит. Все это хорошо. Как-то перетираем, перемешиваем. Вот так хорошо. Сделаем крошки. Посмотрите, как должна выглядеть. Наша крошка сахарная, друзья. Рассип чистая. Видите? Вот так должна быть. Мы с этим начинкой готовим нашу армянскую выпечку. Гату. Очень вкусно получается. У меня есть рецепты на канале. Я ссылочку ставлю под видео. И пирог очень вкусно получается. Сдобный пирог. Вот такой начинкой. Очень вкусно. Все. Ждем пока. Вот поднимается наше тесто. Тесто поднялось. Посмотрите, друзья. Видите? Увеличилось в два раза. Вот не обязательно, чтобы поднималось, а потом убежало из миски. Вот чуть-чуть поднималось. Это достаточно. Сахарная крошка тоже готова. Идемте к плите. Сковородку ставим на маленький огонь. Уменьшаю я. Покажу. Вот так, друзья. Уже заранее постелила пергаментную бумагу. Тесто заливаем в сковороду. Смотрите, друзья. Если у кого-то под рукой не будет пергаментную бумагу, да? Просто смазайте маслой. Каждый раз я повторяю. Я ни с чем не смазываю. Тесто хорошо расправляем по всей сковороде. Вот так, чтобы везде было ровненько. Теперь открываем тесто. Вот так, друзья. Чуть-чуть открывали. Ложкой. Маленький, да? И туда добавляем сахарную крошку. Вот так, еще чуть-чуть придавливаем внутри. И так, везде добавляем. Все, я добавляла. Теперь, смотрите, так еще легче, друзья. Вот так. Придавливаем тесто. Вот крошечки. Очень ароматное. Все заправляли крошкой. Закрываем крышку. И будем готовить 40-45 минут. Друзья, смотрите. Рекомендую, всегда смотрите вот по краям. Края, если зарумянилась, значит, надо переворачивать. Когда буду переворачивать, я вам покажу. Проверяем, если края зарумянилась, надо переворачивать. Сейчас я поднимаю чуть-чуть, друзья. Посмотрите. Пора переворачивать. Сверху опять выкладываю пергаментную бумагу. Так очень удобно переворачивать. Сегодня как-то слишком зарумянилась. Да, сынок? Есть такой. Ну, такой запах. Но этот пирог именно вкусно, когда румяное, друзья. Да-да, это точно. Очень вкусно. Закрываем крышку. Еще я буду готовить, друзья, где-то 15 минут. И наш пирог будет готов. Вот еще влагу буду сушить под крышкой. И закрываем. Опять на маленьком огне будем готовить. Прошло 15 минут. Выключаю плиту же. И достаю. Друзья, в этот раз я была занята чуть-чуть, передержала. Поэтому такой красивый шоколадный цвет получился. Даже смотрите, не прилипает. Вот, друзья. Сейчас я ставлю на решетку. Пусть остынет, а потом покажу, как выглядит. Ну, пирог получился очень красивый прям. Я не первый раз делаю. Это очень вкусный пирог. Два дня тому назад тоже сделала. Поэтому хотела поделиться с вами. Вот так выглядит, друзья. Пирог остыл. Сейчас нарежу и покажу, как выглядит. Ну, я еще сверху посыпала сахарной пудрой. Это по желанию. Это по желанию. Кто хочет. Посмотрите, друзья. Сейчас покажу, какой мягкий, воздушный, сдобный пирог получается. Посмотрите, прям вкуснятина. Видите, друзья. Сегодня готовили вместе с вами. Посмотрите, какой мягкий. Хорошо пропекло снутри. Вот это уже сахарные крошечки с корицей, которыми сверху добавляли. Видите, какая вкуснятина. Этот пирог, друзья, самый простой и недорогой. Видите? Но зато какой он вкусный. Да, из самых простых продуктов. У всех в холодильнике, я думаю, будут эти ингредиенты. Молоко, яйца и сахар. И получается сдобное тесто. Видите, друзья. Там просто это моя вина. Чуть-чуть вот хорошо пропеклось, было занято. А так, смотрите, даже вкусно. Когда вот снизу хрустящая корочка. Да, получился красивый шоколадный цвет. Попробуй, Син. Спасибо. Очень вкусно, друзья. Прям вкуснятина. Я поближе покажу. Посмотрите. А вот это уже, видите, сахарная крошка с корицей. Очень ароматная. Очень. Вкусная. В следующий день получается еще вкуснее и мягче. Самый лучший пирог к чаю. Недорогой, друзья. Самое главное. Очень вкусно. Прям чудо пирог получается. Еще и в таком жаре, скажи. Да, очень удобно, что мы в сковороде. Да, сейчас очень жарко у нас. Прям чудо, друзья. Попробуйте обязательно. Поделитесь с друзьями. Я поделилась с вами, а вы поделитесь со своими друзьями. Абсолютно не сладкая. Все в миру, друзья. Несладкий пирог. Обязательно попробуйте. Спасибо за лайки, за подписки и добрые комментарии. Всем пока-пока. Всем пока.